В Машкортостане на неопределенный срок перенесли введение новых антиковидных ограничений. При принятии решения были учтены текущие темпы заболеваемости и опыт смягчения запрета в Москве. Глава Республики Радий Хабиров поручил подготовить соответствующие поправки в указ о повышенной готовности. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве. Посещение кафе и ресторанов, салонов красоты, спортивных и культурных массовых мероприятий, а также покупка билетов на междугородний транспорт, в том числе пригородный поезд «Орлан», будут, как и ранее, доступны без предъявления справки о прохождении вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста. Напомню, запрет планировалось ввести с сегодняшнего дня. Ранее ужесточение антиковидных мер переносилось трижды, начиная с 29 июня. Однако в случае улучшения ситуации заболеваемости ограничения вступят в силу. Если ситуация будет в пике уходить, а мы не знаем, все что угодно может произойти, мы тогда вернемся к этому вопросу. Сейчас все работают в прежнем режиме, все наши фитнесы, все наши другие организации, пусть работают в нормальном режиме, но, разумеется, пусть соблюдают те требования, которые уже есть. Кроме того, со 2 августа для того, чтобы устранить риск заражений в больницах, при плановой госпитализации вакцинация станет обязательной. Исключение составляют кардиологические и онкологические заболевания. Глава республики также поручила уволить руководителей лагерей после вспышек COVID-19. По данным Минздрава, по городам и селам республики распределено более миллиона доз вакцин. Дополнительно поступила вакцина «Спутник Лайт», которая проходит лабораторные исследования. Всего в регионе работает 185 прививочных пунктов. На сегодняшний день в республике первый компонент вакцины получили почти 873 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию 578 тысяч жителей Башкортостана.